приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сейчас у нас вторая часть у нас как по прежнему в гостях на youtube канале гришенко константин он у нас мастер мастер фломастер у нас мастер рыболовного спорта и член сборной украины по фидерному спорту поэтому у кого книгу у него узнать все тонкие нюансы связанные с рыбалкой и прикормками и вот во второй части мы разберемся именно с ликвидами для чего они как их можно применять с чем мешать какие самые любимые в общем костя расскажи пожалуйста о них все что ты знаешь потому что наши подписчики нужно все хорошо друзья здравствуйте повторюсь кто не знает меня зовут гришенко константин тема ликвидов очень сложный вопрос для новичков для людей не искушенных рыболовной ловли в целом многие не понимают для чего они нужны вообще целесообразность использования скажу я вам что они нужны они очень сильно выручают как спортсмена на соревнованиях так и обычного любителя потому что они позволяют нам словить больше в чем суть вообще этих ароматов они что дают больше аромат чем уже есть заложенный аромат какой-то конкретной прикормки зачем он вообще нужен да вы абсолютно правы ликвиды это более концентрированный запах по сути в жидкости то есть используя ликвид заливая его ваш состав вы делаете прикормку более ароматизированы в любом случае даже ли это делать это делать нужно за исключением ситуации когда рыба вообще не активно или вы не знаете что в этом водоеме происходит и что там работает потому что работа с ликвидами это очень интуитивно и принципе действия то есть вы работаете с тем на что вы до этого поймали рыбу или то что вам посоветовал кто-то потому что если вы приедете ловить например там карпа летом и замешаете кориандр с большей вероятностью это вам только помешает чем поможет то есть ликвид позволяет нашей прикормки быть более высоко ароматизированной что изменяет кислотность в воде что дает рыбе звоночек о том что здесь есть что покушать кости ну хорошо они как-то определяется весенний ликвид летний или на какую-то рыбу один конкретнее вот как вы ну условно от производителя ликвиды в принципе не определены под время года под температуру воды но я по своему опыту условно опять же разделил вам и попробую это донести начнем из таких весенних ароматов то есть весна делится на два разряда это весна когда рыбы еще нету вообще вода холодная прозрачная и ликвид может в принципе даже помешать за исключением если вы уверены что например как у нас регионе что чеснок работает по карасю самые ранние весны то есть вы в этом уверены вы его льете а если же уже вторая стадия к это весны уже вода более теплая рыбка активная тогда можно смело использовать ликвиды пробовать это делать опять же сразу оговорюсь использовать ликвиды в случае если вы не имели опыта лучше частично то есть у вас есть там например два килограмма прикормки вы можете из этих двух килограмм взять там полкило готовой смеси определить какую-то небольшую емкость и разбавить это все ликвидом непосредственно там это позволит вам в случае если это не работает не испортить весь остальной основной корм если же это сработало вы уже до ароматизируйте остаток и работаете с этим полную сессию начнем с наших ароматов есть у нас миндаль миндаль отлично работает по плотве это плотвийный аромат в принципе наверно даже все сезоны узкоспециализированы по плотве но я его определил весну кориандр корица то есть это такие остренькие специи классные штучки в работе с лещом с густерой с плотвой это излюбленные ароматы принципе этой белой рыбы весной весной но опять же это условно то есть лишь отлично реагирует на кориандр и поздней осенью тоже по холодной воде и даже летом но летом уже я бы побоялся немного чеснок опять же хит нашего региона отлично работает по карасю в случае когда он работает по карасю таране он не мешает на нашем к миру дистре то есть она тоже его очень охотно употребляет и даже карпу он тоже не мешает а наоборот его привлекает спортикс это в принципе универсальный аромат по белой рыбе начиная от плотвы заканчивая карпом это наверное основной аромат вот я бы взял его и кукурузу это основные ароматы которые в любое время года будут хорошо что то что там чем он пахнет что это давайте нюхать давайте это чью-то мы прикормку тут нюхаем ничего страшного не испортится закроем но понюхать на печеньем пахнет пахнет печеньем и карамелькой до легкие тем что то есть это сладкий условно запах который всегда работает да он пахнет знаете топленым молоком вот этим печеньем он пахнет да как карась вы абсолютно прав есть также амина этот сироп нацелены он сладкий и он нацелен на ускорение пищевых процессов рыбы то есть она его ест изрядно гадит при этом есть его снова поэтому классная штука которая выручает на лето да это мы уже плавно перешли на такую теплую воду давайте ограничим его так вот есть у нас карамель отличная та же штука универсальная то есть я бы даже со спортик сам немного сравнил то есть сладкий универсальный аромат который работает по всей белой рыбе шоколад это излюбленный аромат леща от которого также не отказывается и плотва то есть это реально лещовая классная тема пробуйте будете довольны есть у нас мед также я не могу подытожить что мед работает по какой-то одной рыбе это универсальный аромат все рыбы любят сладкое поэтому от меда они также не отказываются и есть такая вещь как кукуруза ну я думаю большинство рыболов знает что от консервированной кукурузы в принципе еще ни одна рыба наверное не отказывалась если брать из мирной поэтому этот сироп очень универсальный позволяет вот если вы едете куда-то на реку настоящий водоем не знаете хотите сделать более высокоароматизированный корм но не знаете что сделать смело можете использовать кукурузу не прогадаете 99 и 9 и 9 и 9 кости если это весна осень да это лето то это какие-то может быть индивидуальные варианты или что это да это опять же я по своему опыту условно выделил то есть это как по мне отличный узкоспециализированный лещовый аромат называется он бразом имеет он такой достаточно сложно ароматику на самом деле поэтому берите будете нюхать кто выиграет советую пользуйтесь то есть это тема которая поможет вам по лещу в 99 процентов случаев также есть у нас горох на самом деле горох можно также отнести к универсальным ликвидом но это правильно все-таки более такая карповая тема то есть это аромат который привлекает карпа привлекает карася то есть по средней и крупной рыбе поэтому летом тем более это отличная добавка в как минимум в нашем регионе особенно на днестре до горох это тема номер один еще кстати каких-то лет семь назад все ловилась только на макушатник а потом люди начали массово кормить горохом рыба привыкла и теперь с удовольствием есть горох и осталось у нас два таких ликвида как big fish из complex это сладкие даже ягодные ароматы наверное все таки отнес бы их карповым они также будут работать по белой рыбе но пробуйте кто хочет поймать карпа целенаправленно берите заливайте вкусно пахнет будете сами пахнуть вкусно и и выйдете с рыбкой так что ребята пользуется скажи пожалуйста вот почему-то в емкости 250 миллилитров это специально так сделано 250 для какого-то определенного объема прикормки или или как она смотрите ну на этот вопрос мне сложно ответить так что поскольку я не технолог как минимум как они развивалась но ну как я предполагаю это такой объем который позволяет использовать эту смесь но по моему опыту этот ликвид на смесь в размере наверно 5-6 килограмм то есть если вы делаете средний замес корма там 2-3 килограмма на рыболовную вашу сессию вы смело можете выливать пол пузыря нашего ликвида если вы уверенными в работе если вы не боитесь им наоборот ухудшить положение но обычно только в плюс все как вам советую заливать непосредственно ликвид в корм также вам говорил что можно ароматизировать частично его если вы уверены опять же заливаете полностью оси смесь возьмите этот ликвид вылейте его в какой-то емкость с водой перемешайте и заливайте уже непосредственно ароматизированную воду увлажняйте ваш корм что это нам даст ликвид раствориться он станет менее концентрированный в объеме воды но ароматизация корма будет более равномерно и расскажи какой самый любимый ликвид из всех тут представлены ну смотрите как как обычно определиться мне весьма сложно давайте я определю три такие топ-3 ликвида это будет это будет это будет наверное все таки выбирая два универсальных это будет карамель я и пользуюсь этим ликвидом и на соревнованиях очень классно действительно универсальный это будет кукуруза как минимум у нас в регионе потому что у нас кукуруза везде работает и это будет скопекс да это будет скопекс это такой сладкий тоже ягодный аромат из как вы видите если выбрать там топ-3 мой да конечно ранней весной там по плотве я бы взял там например корицу кориандр попробовал но вот если бы мне сказали костя едь ты на дачу и сиди там два года возьми с собой три ликвида я бы взял треть друзья но теперь мы стоим перед вами на коленях вы на одном я на 2 и пытаемся вам показать как правильно нужно замешивать прикормку и как правильно да и добавлять этот ликвид потому что это очень важно чтобы не испортить эту прикормку правильно конечно поэтому кося давай показывай рассказы друзья прикормку будем увлажнять водой это самый главный аспект то есть мы пожертвовали вот такой вот пачечкой моего одного из любимейших давайте выберем три правила для замеса прикорм первое правило пачку от прикормки вы не выбрасывать как минимум на берегу везете с собой домой кладете в машину суете в карман это уже ваши вопросы как вы будете делать поскольку если вы выбрасываете на берегу друзья можете это видео не смотреть наверно теперь по добавки ликвида в целом по увлажнению это второй такой лайфхак нельзя увлажнять прикормку сразу до полной готовности только в том случае если вы ее замешиваете в 10 раз и вы знаете что килограмм прикормки пьет у вас 250 миллилитров воды или там 400 миллилитров воды тогда вы можете это делать если нет лучше разберите на три этапа первый этап это такое обильное увлажнение там процентов 70 грубо говоря и два этапа совсем по чуть-чуть то есть вы увлажнили корм на 70 процентов далее мы постоять 10 минут пока занимаетесь своими делами там до увлажнили еще вот так вот налили и потом смотрите что произошло если нужно до увлажнили в третий раз поэтому сейчас что мы будем делать мне сложно будет замешать показать вам на одном килограмме мы во-первых берем наш ликвид это что это у нас миндаль нюхайте амаретто вот этим ликвидом женский ликвид мы берем у нас здесь килограмм мы берем столько водички и добавляем столько же нашего ликвида ну условно с учетом того что вот этого на на 6 утра да ну сейчас как бы ну я на самом деле сейчас бы вот показано то есть я где-то одну четверть одну 3 до где-то добавил то есть я сейчас принципе не боюсь этой ароматике я знаю что она нам не помешает а только поможет поэтому я это сделал потом размешиваем наш ликвид то что он все-таки густ густой то есть у него вязкость выше чем у воды и у нас наша водичка превращается вот такую субстанцию но пить не будем после начинаем добавлять непосредственно в корм нашу воду как это делается легким но уверенным движением руки вы увлажняете корм сейчас нам надо дать ему постоять для того чтобы наша фракция то есть что сейчас происходит это основная ошибка это 3 лайфхак основная ошибка рыболов которые ну мало пользуются прикормки прикормкой когда вы только увлажняете корм вся фракция то есть что такое фракция то все вот эти сухарики печеньки все добавки вот эти постанчинки красненькие кусочки кукурузы они не пропитываются водой они просто облиты водой сверху и образуют сверху такую слизкую оболочку то есть что это дает вы лепите корм он у вас лепится но он у вас по сути сухой если вы в таком виде будете корм давать вашу точку он весь будет вот так вот всплывать и уходить ниже по течению поэтому мы дадим нашему корму постоять набрать влагу так сказать напиться а после продолжим увлажнение через минут 15 до до 10-15 минут будет вполне достаточно для этого корма если бы это был какой-то карповый состав лучше бы конечно было сделать это с вечера для того чтобы вся фракция основное увлажнение сделать вечера чтобы вся фракция набрала всего воду распухла вы просто увидите что грубо говоря если вы замешали на водоеме через 10 минут у вас будет в ведре столько корма если вы замешали с вечера корм карповый на утро у вас будет столько корма потому что он набухнет его станет больше так что ждем ждем 15 минут так ну что прошло у нас в принципе не 15 минут а 10 кое-что что в принципе достаточно эти 10 минут вы посмотрите что да то есть корм у нас впитал влагу он немножко поднялся грубо говоря как тесто теперь он у нас хорошо лепится но я хочу его до увлажнить еще больше потому что нам в данном случае понадобится более увлажненный корм который будет доходить до дна и уже на дне вырабатывать а не на приводнение кормушки начинать свою работу я бы посоветовал если друзья у кого-то и сито что все присоединяются не могут быть разных модификаций у меня их целых три двух трех и четырех миллиметров разных случаев жизни я бы посоветовал после 1-2 увлажнение если будет 3 пробивать корм через сито что это позволит вот если вы приблизите смотрите у нас корме есть вот такие вот комочки видите вот они если бы я делал замес шуруповертом вот таких комочков бы не было что они себя представляет это более увлажненные частички корма которые сбиваются просто когда вы мешаете рукой то есть они мокрее остального корма ведь они вот что из них получается а если мы сейчас этот корм пробьем хотя бы через трех миллиметровое сито мы выровняем эту фракцию и у нас весь корм будет относительно ровно увлажнен это очень важно поэтому сейчас через 7 у вас будет ровная работа в кормушке смотрите например у нас сейчас сколько комочков вы забили корм у вас с кормушки частички начнут выплывать ровненькие да такие фракции а потом кусочек вот вот такой вот кусочек вывалится рядом или вообще останется корму да или останется в кормушке и вы его протяните обратно стяните со своей точки и рассредоточить и рыбу поэтому это очень важно это правильный замес прикормки который дает вам понять что вы хотите добиться по механике от нее так что пробиваем так троечка именно на использую ну в карповых кормах достаточно четверки в кормах мелко и среднефракционных вот видите сколько комочков смотрите в кормах мелко и среднефракционных достаточно будет трех миллиметров и в кормах для ловли на посмотрите как красавица прикормка и в кормах для ловли настоящих водоемов где вам нужен активный состав который будет создавать какой-то лифтинг точке нам да там нужно нужно двухмиллиметровая сита мало того что она здесь все равно есть эти комочки да но они стали гораздо меньше в разы если вы пробить и через двойку они станут еще меньше но если бы я сейчас пробил через двойку у меня бы осталась часть фракции вот эти печенюшки вот эти кукурузки если бы я ловил ранее весной когда была холодная вода и рыбе нельзя бы было перенасыщаться я бы пробил через двойку их просто выкинул оставшиеся сверху частицы крупные но так как сейчас уже у нас теплая вода тарань из все ей нужна эта фракция мы пробиваем через стройку разбивая при этом комочки но фракция остается в корме так хорошо мы же будем да мы сейчас до увлажним наш корм постоит еще немного и после пробьем еще раз через сито и получим правильную рабочую смесь для ловли в данных условиях скажите сколько примерно воды нужно для того чтобы возложить прикормку фердрин где-то больше где-то меньше да где-то больше где-то меньше зависит это от вида прикормок от фракции в первую очередь но в принципе ну делайте за основу где-то 250 миллиграмм воды миллилитров воды то есть это должно вам быть как за основу стаканы бывают разных сейчас смотрите что друзья получается вот я еще не пробовал через это корм наш немного до увлажнен он вроде бы как пушистый но при сжатии он дает вот такой вот плотный комок то есть до дна этот корм будет доходить когда мы будем набивать кормушки не забывайте что рука это рука а корм мы в руке на дно не несём а несём его в кормушке и степень сжатия в кормушке будет все-таки выше так как при сжатии в кормушке корм будет упираться по бокам здесь вы его будете закрывать поэтому этот корм позволит это прикормка такая его механика позволит доходить до дна а там уже вырабатываться. Друзья, вот такие вот лайфхаки от нашего спортсмена, от нашего чемпиона Одесской области. И очень рад, что Костя на нашем канале рассказал всем нашим подписчикам все свои секреты. Я думаю, что у него еще остались несколько секретов, которые расскажут в следующих наших передачах. Надеюсь. Если у вас есть какие-то вопросы к Константину, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Не стесняйтесь, если есть вопросы, задавайте с удовольствием, буду вам отвечать, поскольку чем больше людей будет находиться правильно ловить рыбу, придут к спорту, тем выше будет конкуренция и тем выше будет уровень рыболовного спорта в Одесском регионе. Да, и не забывайте подписываться на канал Все для Клева и на канал Константина Грищенко. Ссылочку Александра оставит. Да, я оставлю ссылочку. И вот теперь уже точно мы все вот это вот все разыграем вместе с ликвидами, вместе с прикормками. Друзья, напоминаю вам, что в первой части видео проходит розыгрыш. Мы разыграем 8 комплектов прикормки с ликвидами. Определим победителей. С Александром встретимся 19 апреля в 19.00 и пусть вам повезет. В прямом эфире. Конечно же, в прямом эфире и пусть вам повезет. На YouTube канале Все для Клева. Всего доброго, друзья. Всем удачи. Пока.